Первые многофункциональные центры появились в России 10 лет назад. В Анапе важный социальный объект открылся 8 июля 2010 года. Тогда в нем было всего 12 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг. Но уже к 2014 их количество увеличилось больше, чем в два раза. А сегодня в многофункциональном центре Анапы открыто 38 окон. Штат насчитывает 75 человек. За 8 лет работы здесь было оказано более 1 миллиона услуг. Анапский многофункциональный центр на сегодняшний день оказывает 287 государственных, муниципальных и региональных услуг. Самыми востребованными услугами являются у нас это социальные услуги, это услуги Пенсионного фонда Российской Федерации, это услуги социальной защиты, это услуги федеральной миграционной службы, это услуги кадастровой палаты и Росреестра. Все сотрудники, высококвалифицированные специалисты регулярно проходят переподготовку. Чтобы быть в курсе всех изменений законодательства. Но в работе с людьми важны не только профессиональные качества, считает Александра Бандурина. Она работает в МФЦ уже три года. По ее словам, здесь без индивидуального подхода к каждому посетителю не обойтись. Самые основные качества в нашей работе это быть допрожелательным, быть стрессоустойчивым. Быть стрессоустойчивым, потому что люди разные абсолютно. И здесь еще главное, чтобы была поставлена речь, чтобы мы, специалисты, могли толково объяснить и разъяснить, что людям нужно в той или иной ситуации. Куда им идти с этими документами, кому их отдать и какие дальнейшие действия. Чтобы человек понял, чтобы не 30-40 минут ему объяснять, а 2-3 минуты объяснить и работать дальше спокойно, без нервов. Чтобы человек ушел довольный. Краевое руководство высоко оценивает работу Анапского МФЦ. Сегодня в Новороссийске на совещании руководителю центра Алексею Гиричу вручили благодарственное письмо. Но праздник не повод расслабляться. Летом здесь по-настоящему горячая пора. Количество обращений превышает 2000 в день. И, как говорят специалисты, лучшая награда для них – это довольный посетитель, получивший качественную и своевременную помощь. Руслан Душевский. Анапа. Регион.